Привет, друзья! Имя Манижа означает «нежная», а фамилия Сангин – «каменная». В интервью молодой исполнительницы Манижа с улыбкой называет себя «нежным камнем». И действительно, в характере девушки гармонично сочетаются оба начала – хрупкая, творческая и сильная, помогающая добиться высоких результатов. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Манижа и сколько она зарабатывает. Российская таджикская певица, автор песен Манижа Далера в Насангин, рожденная как Хамраева, родилась 8 июля 1991 года в городе Душанбе, Таджикистана. Отец Далер Хамаев – врач, мать Наджиба Усманова. По профессии психолог, ныне модный дизайнер одежды. Врачи роддома в Душанбе уговаривали мать отключить новорожденную девочку от аппарата, который поддерживал ее жизнь. «Ребенок не будет здоровым», – утверждали они. В первые дни жизни Манижа пережила клиническую смерть и впала в кому. «Спустя много-много лет, когда врачи увидели, что я занимаюсь творчеством, что все пошло не так, как они предполагали, они, конечно же, извинились», – вспоминает Манижа. Когда и было полтора года, в Таджикистане началась гражданская война. Семья вскоре была вынуждена бежать в Россию. Родители брались за любую работу. Мама – физик-ядерщик по первому образованию, мыла полы в подъездах и продавала футболки в переходах, чтобы прокормить пятерых детей. Сама шила им одежду. В детский сад, а потом и в школу Манижу зачислили за взятку, потому что у нее не было гражданства и прописки. Бабушка заметила интерес внучки к музыке и настояла на том, что ей серьезно нужно заниматься музыкой. Этот поступок был смелым. Мусульманская культура не поощряет подобные занятия, особенно для женщин. С подачи бабушки Манижа поступила в музыкальную школу, в класс фортепиано, а через год профессионально занялась вокалом. В 2003 году юная певица получила гран-при фестиваля Rainbow Stars в Юрмале, а в 2004 стала лауреатом 4-го международного фестиваля конкурса Kaunas Talent. В 2005 году ее авторские песни «Ангел мой», «Рыба в песке», «Танец любви» зазвучали на таджикских радиостанциях. Когда Маниже исполнилось 15 лет, на нее обратили внимание в музыкальной индустрии. Она рассчитывала, что сможет выступать с авторскими песнями, но ей не дали этого сделать. Ей внушили, что сцена требует определенных стандартов, вспоминает певица. «Меня начали переделывать», — говорит Манижа. «Прекрасили волосы в более светлый тон, заменили необычные рукотворные костюмы на женственные наряды, подобрали попсовый репертуар, придумали псевдоним «Рукола». В 2008 году вышел альбом «Пренебрегаю». Популярность певицы росла, но Маниже вспоминает то время с горечью. По ее словам, радиостанции вмешивались в творческий процесс, могли попросить изменить куплет или сделать припев потише. «Чтобы песню взяли в ротацию, нужно было платить деньги», — утверждает певица. В то время она получала по 10 тысяч евро за выступление, в месяц давала не меньше 10 концертов. «Я очень много зарабатывала, больше, чем сегодня», — говорит певица. И добавляет, что этих денег было недостаточно. Маме приходилось залезать в жуткие долги, чтобы справиться с жирненькой коррупцией и нечестными игроками рынка. «Мы до сих пор расплачиваемся с долгами», — уверяет Маниже. По данным источника Forbes, в раскрутку «Руколы» был вложен 1 миллион долларов. Через три года она ушла из проектов «Свободное плавание». Но повторить успех «Руколы» не получилось. По словам мамы певицы, она не могла найти свой музыкальный почерк. Семья, ведя это, предлагала заняться чем-то другим, устроиться на работу. Раздумьям помешал рэпер Алексей Косов, более известный как Асай, знакомым Маниже. В 2011 году он предложил ей переехать в Санкт-Петербург и принять участие в записи альбома «Ом». В следующем году музыканты Косова предложили певице сделать собственную группу «Крип-де-шин». Сангин признается, что отношения в коллективе не складывались. Ее сопровождали частые ссоры и слезы. «Мне приходилось ночевать в машине, есть самую дешевую шавуху. Я вообще не зарабатывал», — признается Маниже. На последнем концерте в составе группы к певице подошел классный мужчина в костюме и пригласил на кастинг нового европейского шоу. Маниже признается, что отнеслась к предложению со скепсисом, но рискнула. Ее пригласили в проект, название которого певица не раскрывает по условиям договора. В следующие три года она проводила между Лондоном, Нью-Йорком, Москвой и Санкт-Петербургом. В Лондоне дела не двигались с мертвой точки. Уже было написано более ста песен. «Я чахла, чахла с каждым моментом. И шоу не получалось. Ты ждешь, у тебя контракт, в котором даже твой вес прописан». Из-за кризиса в 2015 году организаторы объявили, что проект не состоится. Я поняла, что нет вообще ни копейки денег. Фунт 100 рублей. Когда у тебя проездной на две недели стоит 150 фунтов, это 15 тысяч рублей. Ты думаешь, йоу, это тяжело. Делится с Ангин. В 2015 году Манижа вернулась в Москву. В 2013 году Манижа завела свою страницу в Инстаграм. Материала за это время накопилось много. И певица начала выкладывать 15-секундные музыкальные коллажи и каверы в своем аккаунте. Несмотря на запрет по условиям контракта. На старте аккаунта было 700 подписчиков. Через месяц их стало уже 5000. С каждым следующим месяцем их число только удваивалось. Ко времени официального разрыва контракта с зарубежным шоу за творчеством Манижа следили сотни тысяч человек. После возвращения на родину соцсети стали и источником заработка. По словам Манижа, она придумывала ресторан концепции продвижения в Инстаграм. Получала от 50 тысяч рублей за проект. Бренды и количество заказчиков певица не раскрывает. Инстаграм принес новый виток популярности. В 2016 году Манижа без поддержки лейблов выпустила Инстаграм-альбом «Манускрипт». Еженедельно выкладывала одну новую песню. У каждой было Инстаграм-видео и отдельный арт-аккаунт. Альбом три недели продержался в топ-чарте iTunes. Он вернул певицу на большую сцену. Манижа выступала на музыкальных фестивалях вроде «Пикника Афиши», на новой сцене Александринского театра, в московских клубах и на телевидении. В 2017 году певица выступила сольно в Ледовом дворце Петербурга и в колонном зале Дома Союзов. А в 2018 году появилась на сцене Олимпийского на концерте в честь юбилея MTV Россия. Она остается независимым артистом. Мама певицы выступает продюсером, стилистом и модельером. Сангин выступает в сшитых ею костюмах. Организовать концерты помогает партнер компания MS Production. Также в концертной программе администратор, бухгалтер, юрист и семь музыкантов. Их работу оплачивает Манижа. По оценке эксперта из музыкальной сферы, который предпочел не афишировать свое имя, выступление Манижа на частном мероприятии стоит около 1 миллиона рублей. Цена за концерт варьируется от региона. В среднем около 500 тысяч рублей за пределами столицы. По 2-3 миллиона рублей на больших площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Общую выручку от выступления в 2019 году он оценил в 40 миллионов рублей, а прибыль в 20 миллионов. Ценгин не только певица, но и общественный деятель. Она борется с домашним насилием, защищает права мигрантов и беженцев, восстает против навязанных обществом стандартов красоты и стереотипов. Сотрудничает с благотворительными фондами, снимается в социальных рекламных компаниях DAF, Adidas, Maybelline и других крупных брендов. В 2019 году по оценке экспертов из сферы музыки и коммуникации, она заработала около 56 миллионов рублей выручки и 36 миллионов рублей прибыли. В конце прошлого года по личному предложению Чулпан Хаматовой, певица стала амбассадором фонда «Подари жизнь». В этом статусе Манижа помогает фонду именем и временем. Представляет «Подари жизни», выступает от его имени перед благотворителями, на различных мероприятиях и на своих площадках. Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», рассказала, «Для нас это огромная ценность и помощь, так как без новых благотворителей, доноров и волонтеров фонд не сможет существовать, развиваться и дальше помогать врачам лечить детей. А Манижа – это голос фонда как раз для молодых ребят». Манижа утверждает, что не зарабатывает десятки миллионов и что пускает все заработки в творчество и на благотворительность, чтобы изменить мир. «Артист должен быть просто таким, какой он есть, и не бояться что-то сказать, не бояться заступиться или отступить, или извиниться. Я поняла, что искусство может помогать. Я могу рассказать свою историю и вдохновить», заключает Манижа. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!